Привет всем! Под прошлым видео о разных явлениях мира SCP больше всего комментариев было оставлено за Ксир, и это значит, что это видео будет именно про эту организацию. И в нём будет довольно сложно избежать палитаты и демонетизации ролика, но я попытаюсь. Дело в том, что организация Ксир размера SCP не только похожа названием на одноимённую реальную организацию из Ирана, она с ней довольно тесно связана сюжетом. Да, в нашей реальности Ксир существует, это корпус стражей исламской революции, так что, видимо, надо начать с него. В 60-е годы Иран был относительно светской страной, которая внезапно развивалась по вполне себе западному пути. В этом государстве был довольно быстрый экономический рост и достаточно свободная жизнь. Однако, как это бывает, что-то пошло не так. В детали вдаваться не буду. В самом общем плане, Шах, который правил этим государством, захотел больше власти. Для чего он запретил все политические партии, кроме одной, которая была лично за него, и начал давить всю оппозицию в стране. Среди оппозиционеров оказались не только люди, которые хотели просто жить в нормальной стране, но и влиятельные религиозные лидеры, которых Шах тоже начал давить, так же, как и всех других, назвав это дело «белой революцией». В итоге революция получилась, но не у Шаха и совсем не белая. Исламский богослов Рухала Хамини реформ не оценил и сверк Ишаха, и вообще всех людей, которые были ему лояльны. Он основал новое государство – Исламская республика Иран, которая существует и по сей день. И как раз для охраны нового государства была создана полувоенная полуполитическая организация под названием Ксир. Организация, мягко сказать, спорная и в некоторых странах запрещенная, но не в России. У нас с такими ребятами дружить любят, так что ладно. В мире SCP её появление показано несколько иначе. Ксир существовал задолго до революции. Как организация, он появился сразу после Второй мировой войны и занимался сбором и изучением различных реликвий, которые находил на Ближнем Востоке. Аномальных и не очень. Во время событий, в ходе которых Хамени взял власть, люди из Ксир вышли с ним на контакт и, показав несколько могущественных предметов, договорились, что при новой власти они станут официальной организацией. Став таковой, они несколько изменили рот своей деятельности, заявив, что теперь их основной целью станет защита государства Иран. То есть, так же, как и отдел ПГРУ и ОНПФБР, ещё одна реальная спецслужба, существующая в мире SCP. И, надо сказать, очень сильно связанная с настоящей организацией. В её документах упоминается очень много реальных людей. Также используется характерная для реального революционного Ирана терминология. Например, руководителем Ксир является Паравис Джафари. Такой человек не только существовал в реальности, но и известен тем, что утверждает, что видел НЛО. Джафари утверждает, что Литяна в своём F4 в 1976 году. Он обнаружил объект, который было невозможно опознать. Он попытался вступить с ним в бой, но всё оборудование отказало, а сам объект перемещался так, как не может ни один известный человечеству летательный аппарат. И историю поддержали власти Ирана, заявив о том, что кроме Паравиза объект видели многие, в том числе и местные жители. Так что человек среди любителей всего летающего неопознанного довольно известный. В мире SCP после этого случая с ним связался Ксир, и через какое-то время он стал там руководителем. Началась же аномальная деятельность всей этой организации со сбору различных предметов, которые остались от власти шахов. И первым таким стал SCP-2067, телохранитель шаха, призрачный воин, который был создан для охраны иранского монарха. Но так как содержать такую вещь Ксир было довольно сложно, из-за очевидной враждебности этого существа к представителям организации, объект был передан фонду SCP. Также они получили SCP-3668. Щит, вокруг носителя которого появляются призраки его предков. Впрочем, Ксир не только отдает аномальные предметы фонду, но иногда и получает их от него. Например, SCP-3514. Сражение призраков, которое повторяет Челдеранскую битву, которая была частью Турецко-Персидской войны. В общем, обменяли одного злого призрака и щит, вызывающий призраков, на целое сражение призраков. Вроде выгодно. Надо брать. Если читать рассказы, то окажется, что еще SCP-036 в ходе этой сделки перешел из фонда в Ксир. SCP-036 это также, кстати, объект, связанный с мертвыми людьми. Видимо, Ксир такое любит. Кроме коллекционирования нежити, Ксир занимается и другими вещами. Например, распространяют свое влияние на многие соседние страны, в том числе и на восточные страны, ранее входившие в Советский Союз. В Узбекистане Ксир получил контроль над объектом, который называется SCP-1411. Он представляет собой комплекс неизвестного происхождения, ранее управлявшийся отделом ПГРУ, позволяющий исследовать другую неизвестную планету. Судя по этому объекту, Ксир оказался не очень хорош в содержании этого комплекса, потому и начал сотрудничать с SCP, благодаря чему удалось провести серию экспериментов по исследованию той планеты. Отдел ПГРУ, видимо, не порадовался потерей ценного комплекса, и создал SCP-3978, человека, который способен воспринимать все, что воспринимает текущий лидер Ксир. Разумеется, так было сделано для того, чтобы знать обо всех планах этой организации. Но этот проект в итоге был закрыт, а сам объект достался фонду. Так что SCP, выходит, знает все, что планирует и делает Ксир. А Ксир в это время занимается поиском аномалий в других арабских странах. Например, в Кувейте был найден SCP-2688, зикурат, вокруг которого живут крайне странные люди, а внутри происходит различная потусторонняя дичь, и который, судя по всему, был храмом древних механитов. Оперативно узнав о такой находке, фонд SCP отобрал у Ксир этот объект насильно, благодаря чему впоследствии нашел еще немало предметов, которые остались от битв древних последователей культа механ, саркицистов и прочих ребят, которые существовали в древности в мире SCP. Ксир, впрочем, в долгу не остался, и через свое влияние на правительство Туркмении получил в свое распоряжение изначально найденный фондом SCP-3150. SCP-3150 – это отдельный небольшой мир, который выглядит как старинное персидское здание, вход в которое время от времени материализуется в пустыне Каракумы. Человек, находящийся в нем, может получить ответы на любые волнующие его вопросы, даже на самые сложные, чем какое-то время пользовался фонд SCP, для того, чтобы разрабатывать условия содержания для объектов. После получения контроля над этим экстрамерным местом, действия Ксир становятся более продуманными и организованными, а главное – непредсказуемыми для фонда. Кроме того, в этом месте был найден аномальный человек, назвавшийся Искателем Света, который рассказал немало тайн этого мира. Позже, уже в Раке, фонд SCP обнаруживает похожую аномалию – SCP-3941. Это также дверь, но вделанная в стену, которая ведет в маленький отдельный мир, где живет еще один подобный мудрец. Ксир прибывает на место, чтобы захватить ее, но фонд, зная об этом, выламывает дверь и увозит ее на одну из своих подземных баз. В общем, тягаться с фондом у этих ребят не выходит. Тем не менее, организация по сюжету объектов прошла большой путь и превратилась из группы людей, собирающих в пустыне аномальные вещи, в организацию, управляемую при помощи древнего бессмертного существа. Таким образом, Ксир становится значительной организацией в мире SCP, во всяком случае, в части света, занимаемой арабскими странами. Это то, что мы узнаем из объектов, но, конечно же, есть еще и рассказы. В них мы видим, что у Ксир есть свой собственный формат объектов, которые пересекаются с SCP. Например, проект 4533 – это SCP-076-Авель, некоторые же нет. Из этих текстов видно, что все аномальные явления, которые встречает Ксир, воспринимаются именно как проекты, которые должны привести к какому-то полезному результату, чаще всего связанному с тем, чтобы как-то использовать их на благо арабского мира. Так или иначе, все найдено и должно приносить пользу. Впрочем, не все проекты работают с аномалиями. Например, проект ОПЕКА. Он представляет собой проект по ловле и допросу представителей разных других организаций мира SCP. Кроме обычных аномалий, Ксир имеет дело еще и с джиннами – разумными меметическими существами, распространенными в арабском мире, которые способны существовать как в информационной среде, так и вселяться в людей. Некоторые из них способны иметь даже собственные видимые тела. Несмотря на свою религиозность, Ксир сотрудничает с ними. Впрочем, по сути, исламу это не противоречит, потому что, согласно Корану, Аллах создал ангелов, людей и джиннов. При этом джинны также были наделены возможности выбирать между добром и злом, так что общение с джиннами и исламом в принципе не считается как что-то плохое. По лору Ксир из вселенной SCP, джинны еще в средние века основывали свои тайные общества, которые назывались домами. Чаще всего в документах Ксир упоминается дом джинов, а в санях, хотя есть и многие другие, Ксир старается поддерживать связи со всеми из них, всячески склоняя джинов на свою сторону. С домами джинов эта организация была связана с самого момента своего основания. С другой стороны, сами джинны, понимая, что люди в целом настроены к ним довольно плохо, охотно идут на контакт с агентами Ксир, надеясь, что те помогут им выжить в современном мире. Ну что ж, это было описание очередной организации мира SCP. Как обычно, пишите комментарии в поддержку тех, которые вам больше нравятся, по тем, что наберут больше комментариев и будут выходить видео. Всем пока!